И в течение 30 минут я расскажу о применении диализных катетеров в рамках практики, реанимационной практики. Это мои конфликты интересов. Я работаю с множественными компаниями в области экстракопарной гемокоррекции. Это те основные пункты, о которых мы с вами сегодня поговорим. Различные аспекты выбора диализных катетеров. Ну и, в первую очередь, общая информация. Катетерная дисфункция – одна из самых частых причин тревог и дисфункции машин для забистительной почте терапии. Если у вас нет хорошо работающего катетера, у вас не будет стабильной продолжительной забистительной почте терапии. Таким образом, вы не дадите пациенту адекватной дозы диализной терапии. Таким образом, постановка центрального доза катетера является ключевой вещью для проведения этих процедур. Только хорошо установленный катетер с адекватной функцией будет давать адекватную дозу забистительной почте терапии. И когда мы смотрим на международные рекомендации Кей-Дига, в которых указана рекомендация по дозе заместительной почте 20-25 мл на кг в час для продолжительной заместительной почте терапии при ОПП. Сочастую вам часто приходится превышать дозу, указанную в международных рекомендациях. Почему? Потому что очень часто мы проводим те или иные манипуляции с пациентом. Мы меняем мешки при проведении заместительной почте терапии. В том числе, пациенту нужно иногда проведение различных манипуляций, таких как хирургическое вмешательство, проведение КТ. Таким образом, все эти перерывы в заместительной почте терапии, ассоциированные со снижением доставленной дозы пациенту, таким образом эффективность ее падает. Давайте поговорим о законах, используемых при проведении потоков в гиализных катетрах. Закон Пуазеля говорит о том, что поток крови напрямую зависит от прямо пропорциональной диаметра катетер и обратно пропорциональной вязкости крови и длине катетера для заместительной почте терапии. Таким образом, если вам нужна высокая скорость потока крови в катетере, то катетер должен быть широким и коротким. Как же выбрать локацию для установки центрального дозного катетера? Мы должны установить кончик катетера в место самого большого потока крови. В первую очередь, согласно рекомендациям Кей-Дига, первичным местом выбора для установки катетера является правая внутренняя ревная вена для того, чтобы достигнуть соединения верхней полой вены и правого предсердия, потому что там наиболее высокий поток крови. Все это указано в международных рекомендациях Кей-Дига. Таким образом, первое место выбора является правая внутренняя ревная вена. Длина катетера составляет 15 сантиметров. Вторым местом для установки катетера является бедренная вена. Для постановки мы используем 25 сантиметров, это длина катетера, для того, чтобы достигнуть соустия, собственно, установить его в нижнюю полую вену, где наибольшие потоки. Третьим местом выбора является левая внутренняя ревная вена. Для этого локуса длина катетера должна составлять 20 сантиметров. Согласно рекомендациям, нужно избегать установки катетеров под ключичные вены. Несколько рандомизированных исследований было проведено с точки зрения оценки функций катетеров в различных позициях. И видно, что наибольшая производительность была у катетеров, установленных в правую ревную вену. Какой же диаметр катетер должен быть у ЦВК для диализа? На самом деле, все зависит от той модальности, которую вы используете в вашем отделении реанимации и интенсивной терапии. Если вы используете продолжительный веновенозный гемодиализ, для продолжительного веновенозного гемодиализа вам не нужен слишком широкий катетер для диализа. Это достаточно 11-12 фрэнчей, потому что вы используете не самые большие скорости крови от 100 до 150 мл в минуту. Если вы используете конвективные методы, гемофильтрацию... Для гемофильтрации точно такие же диаметры катетера, потому что здесь тоже небольшие потоки крови, но для интермитирующего гемодиализа, где используются гораздо большие потоки крови от 200 до 350 мл в минуту, конечно, нужно выбирать более широкий катетер 13,5-14 фрэнчей. Если вы используете продолжительную заместительную почечную терапию и методику, удаляющую СО2, тогда здесь будут довольно высокие потоки крови, 400-450 мл в минуту. Здесь 14-16 фрэнчей. Давайте поговорим, а что такое фрэнчей? Фрэнчей, да? Жузеф Фредерик Боноашерри ввел в нашу практику как раз вот эти единицы, в которых мы измеряем катетеры. Родился в Швейцаре в 1603 году, переехал во Францию в 1643 году, и, собственно, он и был владельцем компании, который выпускал различные инструменты для хирургии, и он установил, что один фрэнч – это одна треть миллиметра. Давайте поговорим о том, что такое рециркуляция в катетере. Рециркуляция – это когда кровь, которая выходит из катетера, начинает возвращаться обратно в контур машины для продолжительной заместительной почечной терапии. Таким образом, вы начинаете очищать уже очищенную кровь. Для того, что это снижает, конечно, эффективность процедуры, и для этого, конечно, нужно использовать катетер, у которого такой эффект рециркуляции будет наименьшим. Для того, чтобы ограничить рециркуляцию, мы должны устанавливать катетер в место наибольшего потока крови. Таким образом, когда кровь выталкивается из катетера, она быстро подхватывается потоком крови и не возвращается обратно в контур машины. Другая позиция с точки зрения снижения рециркуляции – это работа с катетерами, где входящее и выходящее отверстие разделено где-то примерно 2-2,5 сантиметрами. Таким образом, это тоже фактор, способствующий снижению рециркуляции. Также рециркуляция крови способствует смене линий контура, когда вы подключаете артериальный конец к венозному концу катетера. Таким образом, это тоже способствует возвращению крови в контур машины со снижением ее производительности. Таким образом, как ограничить рециркуляцию? Использовать катетеры с разницей входного и выходного отверстия в 2-3 сантиметра, использовать высокую локацию, где наибольшие потоки крови, и никогда не менять подключение контура, то есть венозную линию к артериальному концу катетера и наоборот. Дело в том, что мы часто переворачиваем, меняем линии для того, чтобы снизить тревоги и давление, но, к сожалению, это ассоциировано со снижением эффективности процедуры. В 2000 году было опубликовано исследование, когда посмотрели, насколько... Посмотрели рециркуляцию в феморальной вене, и, в общем-то, с точки зрения длины катетера, меньше 20 сантиметров катетер давал высокую рециркуляцию. В то время, когда катетер, расположенный в бедренной вене больше, чем 20 сантиметров длиной, показал, в общем-то, не очень высокий процент рециркуляции. Таким образом, так была выведена оптимальная длина для локации в бедренной вене. Давайте присмотримся, какой же дизайн будет в поперечного среза катетера. Для этого нужно понимать, как течет кровь внутри катетера. В основном это, конечно же, ламинарный поток. Когда идет спокойный ламинарный поток крови, не происходит никаких тромбообразований. Но если есть некоторые изгибы в катетерах или перегибы катетера, тогда ламинарный поток нарушается, и у вас будет турбулентный поток, и он ассоциирован с нарастанием риска тромбирования катетера. Здесь представлены разные типы поперечных срезов катетеров, доступных на рынке. Если у вас в поперечном срезе катетера есть много острых углов, это четко ассоциировано с повышением риска тромбообразования внутри просвета катетера, потому что они ассоциированы с повышением турбулентных потоков. Ниже представлен катетер с двумя довольно большими диаметрами входящего и выходящего отверстия, что тоже снижает ламинарный поток. Дабл-Д катетеры тоже проблема состоит в том, что в этих катетерах есть острый угол, который тоже повышает риск тромбообразования в катетере. Наиболее оптимальным катетером является почкообразный катетер. Здесь, как вы видите, в просвете катетера в форме входного отверстия. Нет никаких острых углов, и входное отверстие диаметром больше, чем выходного отверстия. Таким образом, это обеспечивает отсутствие турбулентного потока и более стабильную работу катетера. Давайте обсудим, какой же должен быть кончик катетера для заместительной почечной терапии. Здесь представлены различные типы кончиков катетеров для заместительной почечной терапии, и вы видите остроконечные катетеры. Остроконечные катетеры не очень хороши, потому что они содержат очень большое количество боковых отверстий. Соответственно, это повышает турбулентные потоки и, соответственно, риск тромбообразования кончика катетера. Какой же форма является оптимальной? Это форма дробевика. Вы видите, здесь прямые, как входящие, так и выходящие отверстия, которые обеспечивают наиболее ламинарные потоки. Тем не менее, при нахождении в сосуде даже дробовики катетеры могут присасываться к сосудистой стенке, таким образом снижаться их производительность. Поэтому, конечно же, нужно производить ротацию этих катетеров для достижения оптимальных потоков крови в этих катетерах. Должны ли мы использовать катетеры с покрытием? Нет, мы не должны. Данные катетеры с покрытием антибактериальным или противотромботическим не рекомендованы в рутинной практике при проведении заместительной почечной терапии. В случае дисфункции диализного катетера должны ли мы менять катетер по проводнику или осуществить перестановку катетера в другую сторону, в другой сосуд? Обе ситуации, в общем-то, оправданы. Иногда мы должны выбирать другое место для постановки катетера, потому что в предыдущем месте были признаки инфекции или признаки тромбоза. Исследование показало, что, в общем-то, выбор другого, другой локации для постановки катетера все-таки ассоциировано с лучшей работой катетера. То есть лучше, конечно, переставить катетер в другой сосуд центральный. Также мы проводим обмен по проводнику. И, собственно, есть несколько видов процедур. Это так называемая грязная процедура или чистая процедура. Я не знаю, какую вы используете в ваших отделениях реанимации интенсивной терапии, но давайте присмотримся, что нужно сделать для того, чтобы провести чистую процедуру смены катетера для продолжительной заместительной терапии. Сначала удалить нужно шовный материал. Вы обкладываете катетер после этого стерильными простынями. Теперь сторона, в которой осуществлялось подключение, она остается грязной, но с другой стороны эта часть остается стерильной. Вы просите медсестру держать за грязную часть катетера и подтягивать катетер, вынимая его из центральной вены. Дальше вы, так как вы стерильны, начинаете перерезать катетер и одновременно осуществлять зажим чистую сторону катетера. В это время медсестра убирает грязную часть катетера. Дальше на грязную часть простыни вы накладываете чистую стерильную простынь и дальше через разрез уже в чистой области катетера вы начинаете вводить стерильный проводник. Удаляете зажим и вводите проводник в катетер. Теоретически здесь, конечно, есть риск воздушной боли, но тем не менее поэтому, конечно, нужно все это осуществлять довольно быстро. Вы удаляете оставшуюся часть катетера и вводите по чистому проводнику новый катетер, который является уже чистым, стерильным и готовым для использования. Его нужно, конечно, промыть физраствором и заглушить цитратными замками. Используем ли замки для катетеров, когда прекращаем работу? Конечно, используем. И есть очень хорошее исследование, которое показало, что использование 4-процентного цитрата натрия в отличие использования антикоагулятора или гепарина. Использование цитрата или гепарина оказалось, конечно же, гораздо более предпочтительным, чем замки и с использованием физиологического раствора. Таким образом, выводы такие. Используйте диаметр катетер, диаметры катетеров в зависимости от того, какие модальности, какие вы проводите в вашем отделении реанимации. Если это продолжительные заместительные почтотерапии, от 12 до 16 катетеров, 16 франчей, если вы используете еще удаление СО2, оптимальный поперечный срез это почкообразный или С-образный, оптимальный кончик это дробовик, наиболее оптимальный локус является правая внутренняя ремная артерия, во вторую очередь это бедренная, избегайте левой югулярной вены и тем более подключить вен, не меняйте линии контура и катетера используйте обязательно ультразвуковую нафигацию для постановки значит катетеры должны быть из биосовместимых материалов обязательно рентгенография для для того, чтобы убедиться, что катетер поставлен в правильное место и конечно удаляйте катетеры как можно раньше и в общем-то оптимальным замком является цитрат возможно собственно спасибо вам за внимание на этом все если есть какие-то вопросы задавайте в общем-то спасибо